Всем привет! Сегодня я рассказываю о том, как я получила карту побыта. Кто знает в Польше, знает, что это за вещь, как её не любим. Получать, как мы мучаемся с ней. Это ПМЖ, нет, это ВНЖ, временный вид на жительство. ПНЖ это будем получать потом. Так как у меня был перерыв, я жила в Норвегии, то у меня был ВНЖ Норвегии. И теперь мне в Польше надо будет всё сделать сначала. И в 2012 году я получила последнюю карту. То есть перед этим я получила 3, перерыв и опять. Так как две первые у меня были студенческие, третья вот. Нет, первая студенческая, две за то, что я была замужем, то мне уже могла бы получать ПМЖ, но я уехала. Какое же моё было удивление, что теперь вместо того, чтобы ждать полтора-два месяца, мне пришло ждать 10 месяцев. А это, конечно, бюрократия такая, что это очереди, это просто кошмар. Я сочувствую людям, которые живут в Варшаве, потому что у нас здесь провинциальный город, и у нас здесь ужас, просто ужас. Я думаю, это связано с огромным количеством украинцев, которые приехали сюда на работу. И как-то они не могут эту свою систему изменить, что-то надо тут точно менять, потому что это просто ужас какой-то, чтобы ждать столько. Бывает и год люди ждут. А так мы приехали, знаете, в мае, в 2017 году, в октябре я подала документы. А норвежская карта у меня была до конца декабря. Я думала, что я, в принципе, успею. И я хотела ещё поехать в январе в Норвегию, так как у меня мой младший ребёнок, сын, он проходил все прививки в Норвегию. Я хотела, чтобы он там и закончил, да, вот эти прививки, потому что сейчас у нас, знаете, начинается подпольский стандарт, всё-то подтягивать, переделывать, прививки какие-то там пропущенные делать. А я хотела это закончить в Норвегии, вот именно до двух лет. Вот эти самые важные, и что потом уже в Польше начать. Но не срослось, так как карты я не получила. Я ещё смеялась, говорю, посмотришь, ещё в летом получу. Ну и так и случилось. Я расскажу про процедуру подробно, и также расскажу, что изменилось спустя 5 лет, и как это проходило у меня. Начнём с того, что раньше нужно было 45 дней до окончания предыдущей карты документы сдать, или визы. Сейчас можете сдавать в последний даже день документы. В двух экземплярах нужно заполнять. Раньше нужно было заполнять в четырёх экземплярах. Фотографии и документы, которые там на бумажке будут написаны. Если вы на работу, если вы жена, если вы муж, если вы студент, каждому своё. Сейчас, если вы супруг поляка, то вам нужно только свидетельство о браке. Всё, больше ничего не нужно. Никаких там, раньше была, по-моему, страховка и ещё что. Раньше было, с чего мы живём. Нужно было, кстати, со счета какие-то там распечатки, сколько у нас денег. Также нужно было, по-моему, прописка. Сейчас не нужно. Я взяла пикет, заполнила, отнесла. Ну и себе жду такая. Звоню через месяц и говорю, а в чём дело, почему так долго? Домой, конечно, там посмеялись. Сказали, девушка, ждите, ждите, ждите. Через год приходите. И в это время мы переехали. Я туда хотела относить и новый адрес, так как дозвониться, это вообще граничит с чудом. Один раз мне, по-моему, удалось дозвониться. Но они всё равно, вот знаете, потом же ходят пограничники или полиция по соседям и спрашиваете, живут ли тут такой, сколько живут, как живут. Потом приходят к вам. Раньше, напоминаю, раньше это был джо 2012 года, потому что до этого года получали. Ходили просто по соседям, а сейчас приходили именно к нам. Не только по соседям, но и к нам. Причём они пошли на старый адрес. И наша хозяйка там сказала, что мы переехали. У неё был номер телефона моего мужа. И они позвонили. С белой смысле. А, да. Ну, я спрашиваю, почему они ко мне не позвонили. А они говорят, что я трубку, не трубку беру, не могут дозвониться. Я, знаете, смотрю, а там вместо номера телефона номер Песель. Вписан. Песель – это индивидуальный номер. То есть они мне звонили на мой индивидуальный номер. Ну, хотя он намного длиннее, но я не знаю, почему. Ну, так написано – «Звони мне, берёт рука». Хорошо. И, знаете, они у нас прям ходили, смотрели, как выглядит наша квартира, сколько у нас комнат, как живут в наших словах дети, когда мы познакомились, сколько лет мы вместе, чем мы занимаемся. Такой, знаете, допрос, как и социальные опеки, как будто за детьми пришли. Мы такие, очень долго они нас допрашивали. И это было в феврале. И только в апреле нас пригласили на интервью, то есть отдельно муж, отдельно жена, где у вас спрашивают, о какой машине вы приехали, когда вы познакомились, как родители имена. Ну, вот такое, чтобы проведить настоящий вы муж и жена. То, что у нас уже двое детей, это ещё не повод, что мы были настоящей супружеской парой. Но, в принципе, вопросы повторяются. Это уже, по-моему, наше четвёртое интервью, так как однажды у нас было то, что мы с одного города переезжали в другой, у нас всё начиналось сначала, и мы были там на интервью, и там на интервью, в разных городах, в Познане, потом в Гданьске. поэтому вот так вот. И я говорю, да, это всё уже было, почему вы хотя бы анкету не поменяете, не знаю, каждый год другой, какие-то варианты. Ну, и тоже спрашивали. Ну, мы прошли этот интервью, и мы сказали, «Всё, вот через неделю приходите за...» «Вам придёт уже решение». Ну, решение не пришло через неделю, не пришло и через месяц. Оно пришло, по-моему, в конце июня. Пришло в конце июня на три года, и потом я уже звонила через месяц, когда карта, когда карта, чтобы узнать, можно уже сам документ получить. Никто не брал телефон, и я говорю уже своему, поехали, там точно уже будет, уже столько времени прошло. Он меня там оставил, в этом ужинде, а сам поехали никуда-то на мороженое, что-то по магазинам с СМИ. А я захожу, а там, знаете, 70 человек. Я говорю, «О, да, а мне только карту забрать». Вообще очередь ужасна, бюрократия. Вот эти, знаете, ну, они абсолютно не были готовы к тому, что будет такое огромное количество иностранцев, и они как-то не могут уже сколько это длится, что-то там переделать, как-то через интернет. Ну, например, как в Норвегии я получала, там вообще всё так быстро, и не надо никуда не ходить. Мейл, почту, они тебе высылают, сразу пришёл, никаких анкет, ничего, отпечаток пальца, имя, фамилия, отчество. Ну, вообще не записываешь, они тебя просто спрашивают, записывают сами. Ну, и всё, и через месяца-два приходит тебе на пять лет. Как-то бесплатно даже фотографию не дают, сами фотографируют. Поэтому сравнение, сравнивать есть, чем здесь, конечно, вот эта анкета, она с какого-то 68-го года, глубокий коммунизм, давно пора всё менять, чтобы можно было заполнить через интернет, знаете, не ходить там в очередь этих огромных стоять. Я, знаете, я так разозлилась, думаю, блин, находилась, я настоялась в этих очередях, я хочу просто забрать карту. Я туда ломанулась, значит, меня выгнали, типа, показали карту, но если, я говорю, я хочу её просто получить. Вот, без очереди залезли, я говорю, очередь не была против, я вот, вот я уже здесь, дайте мне. Я знаю, что, конечно, так не надо делать, но люди меня поймут некоторым. Я сейчас с двумя детьми, да, вот сейчас придёт приед Куба, мы будем там с двумя детьми, да, торчать, или он будет уезжать, потом приезжать, у него тоже работать, здесь в СМИ делать нечего, так, ну, я рассчитываю, макс час, ну, а там можно и до вечера, потому что люди приходят с документами сдавать, там всего один человек, и они там сидят по полчаса, да, им там, что они плохо заполнили, они там что-то переправляют, ну, я стояла там, наверное, сорок минут, два человека только прошло, я спрашиваю, здесь кто-то есть, чтобы карту забрать, просто нет никого, все с документами, я такая, ну, нет, говорю, я хочу забрать этой женщины, нет, выйдите, я такая, ну, блин, я не сдамся, я говорю своему мужу, что, так, такая ситуация, карта есть, не могу я получить, потому что очередь, вообще даже в коридоре не помещается, он такой говорит, нет таких дверей, которые передо мной закрылись, мой муж достаточно такой, знаете, юридически подкованный, это точно, уверенный в себе, он высокий, большой, и он так, любит он походить по разным мужендам, и там, я называю его интеллигентный хам, потому что он так умеет настоять на своем, и он пришел, знаете, он сразу пошел к начальнику, и сказал, ну, что такое, год ходим, вот, пришли, смотрите, двое детей, в очередь, такой, нужно забрать документ, просто, и он говорит, ладно, давайте без очереди, знаете, меня взяли без очереди, я не знаю, что он там еще и говорил, но меня без очереди, пропустили, быстро мне эту карту дали, поэтому, ходите с мужьями, если у вас мужья, поляки, прийти, идите, потому что, обычно, вот, в таких вот, институциях, где вы иностранец, вы не знаете своих прав, да, я сама там качала свои права, потому что чувствую себя уверенно уже, но, они все там зашуганы, в этой очереди, знаете, челобитную еще надо было им бить в ноги, а вот это тут, да, здесь точечку поставила, это пройдет, и нам начальник сказал, пишите жалобы, чем больше будет жалоб, тем больше, тем лучше у нас будет больше народа, будет электронная очередь, потому что, я думаю, что должна быть отдельная очередь, для тех, кто сдает документы, отдельно, для тех, кто получает, потому что, по времени совсем другое, да, сдаешь, сидишь долго, получаешь, раз, получил, просписался и ушел, мы написали жалобу, и, ну, в принципе, и на этом все, знаете, помогала я там, одному парню, украинцу, писать, заполнять именно документы, потому что, даже там написано, на английском, на польском, на русском, но он даже не мог, как бы, заполнить имена, на по-польски, а он вообще, не ноль, даже вот этих, букв, латинского алфавита, не знает, иначе, я ему заполнила, эту анкету, сказала ему, что ему, на русский перевела, он даже на русском, не говоря, на украинском, только, перевела ему, на бумажке написала, он говорит, ну, разберетесь, вот эти документы, придите, он говорит, спасибо, спасибо, и, знаете, что-то меня так впихает, ой, я такая смотрю, а там 100 злотых, говорю, вы что, знаете, двадцатками, а он говорит, ну, вы же, вот, это ваше время, посредники столько берут, там, 150 или что-то, там, 200 злотых, вот, а возьмите детей, нам купите шоколадку, ну, шоколадка стоит 2 злота, куда же вы мне 100 злотых даете-то, и, знаете, я не взяла эти деньги, он был так удивлен, я не знаю, в чем дело, почему такое удивление, если есть где-то, кто-то с Украины, и у вас проблемы, чтобы заполнить, что это, ну, подожди, что-то, пили, если у вас, если вы с Украины, и у вас проблемы заполнить, документы, на карту побыт, на временный, ВНЖ, то я могу взять пятерых, пятерых человек, и заполнить анкеты совершенно бесплатно, то есть вы можете написать мне комментарии, и мы с вами договоримся, вышлите мне свои данные, если вы, конечно, не боитесь, я вам заполню, вы вышли, вы просто потом распишите, и донести, ну, там, в принципе, нет ничего сложного, но я знаю, что, когда вы только приезжаете, вот вы уже только приехали, и не знаете, что да как, это может, конечно, быть сложновато, также у меня была история в 2012 году, когда мой муж только уехал в Норвегию, я жила с свекровкой, то мне дали карту на три месяца, представляете, и тогда я писала жалобу Варшаву, что мне дали на три месяца, потому что они решили, что мы настоящий супер-жископарк, так как мой муж уже работает в Норвегии, а я сижу здесь, а я не могла к нему уехать, потому что у меня не было документов, чтобы уехать, знаете, я так разозлилась, мало того, что мы переносились с Познанием в Гданск, там нам мозги компасировали, потом здесь два раза заплатили, эти деньги нам не отдавали полгода, ну и знаете, я написала жалобу, вот я как сейчас помню, мне она в четверг пришла, ответ жалобы, в понедельник мне пришло уже решение, что мне дают на два года, во вторник мне, не подождите, в четверг пришло, в понедельник мне нам позвонить, чтобы мы пошли на интервью, потом в понедельник, в этой же неделе, нам пришло решение, и где-то через, наверное, дня четыре уже пришла карта, это был экспресс просто, поэтому, если вы с чем-то не согласны, тоже пишите жалобы, я знаю, что сейчас очень долго все ждать, я надеюсь, что это изменится, потому что это, так как им нужна рабочая рука, они должны изменить, как-то упростить эту именно процедуру, например, на примере Норвегии, увидеть, что это можно, и чтобы не ждать вот такое количество времени, потому что, если у вас нет документов, вот украинцы еще могут там ездить, да, вот как на паспорте, а вот я уже не могла никуда поехать, мне только сидеть в Польше, если бы что-то было случилось, надо ехать было в Казахстан, то все, кто уехал, оттуда мне надо было визу делать, поэтому, наверное, на следующую карту, два года пройдет, я начну документы подавать уже на ПМЖ, чтобы уже у меня не было такие, я не люблю, вот когда документов нет, на этом все, если вы ждете карты, на карту побыт, то я желаю вам терпения, поменьше нервничать, свои права знать, почитать, какие у вас права, и как-то требовать, да, свое, помните, что вы за это платите, также, да, и не чувствуйте себя, что вот вы, мы им должны что-то, так как во всех институциях государственных, помните, что это они для нас, а не мы для них, все, всем пока,